Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Взят под стражу в Татарстане арестовали водителя самарского автобуса, сгоревшего в аварии под Заинском. Лучший врач медицинской реабилитации. Доктор самарского онкоцентра победила во всероссийском конкурсе. От стадиона арена до дорог и фасадов. Самара на финишной прямой по подготовке к чемпионату мира по футболу. Приволжский районный суд Татарстана арестовал водителя самарского автобуса, который попал в аварию под Заинском. Мужчина пробудет под стражей до сентября. ДТП произошло в ночь на 2 июля. Автобус врезался в КамАЗ и перевернулся. Обе машины загорелись. Неоплан выгорел за несколько минут. Погибли 14 человек. Среди них семья из Самары. Мама с двумя детьми. Студентка медуниверситета и трое тольяттинцев. Водителю автобуса вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть граждан. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предполагаемых грабителей самарского ломбарда задержали в Удмуртской республике. Их помогли найти записи с камер видеонаблюдения. По версии следствия, в мае трое неизвестных зашли в ломбард, разбили стекло витрины, похитили семь серебряных часов. На записи с камер видно. Мужчины сначала пришли в ломбард осмотреться и только потом решились на грабеж. Ущерб оценивается почти в 250 тысяч рублей. Сейчас двое мужчин арестованы и доставлены в Самару. Третьего разыскивают. Полицейским удалось выяснить, похищенные часы сбывали в Ижевске. Где сейчас имущество, выясняется. Впереди России всей. Самарский доктор областного онкоцентра выиграла всероссийский конкурс врачей в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации». Наш корреспондент узнал, что и после сложнейшей операции по удалению опухоли можно не только вернуться к нормальной жизни, но даже заниматься спортом. Светлана Костаненко третий год приезжает в Самарский онкоцентр на восстановительные процедуры. Борьба с раком продолжается и после операции. Чтобы организм функционировал как швейцарские часы, ему нужна регулярная профилактика. Массаж, барокамеры, инъекции, лечебная физкультура и, конечно, психологическая помощь. Все такие хорошие девушки, такая поддержка. Вот думаешь, вроде бы негатив вокруг должен ходить. Они всегда улыбаются, всегда поддерживают, всегда в хорошем настроении. В общем, сюда приходишь и напитываешься положительной энергией. Для нас всех это очень важно и очень помогает нам в дальнейшей адаптации, наверное, привыкании к своим диагнозам, к своим последствиям. Отделение реабилитации в онкоцентре в 2006 году организовала Татьяна Сивохина. Это был первый опыт в России. Доктор медицинских наук предложил больным раком индивидуальную методику лечения. Создала целую программу комплексной реабилитации. Сегодня ее научными разработками заинтересованы клиники по всей стране. В этом году Татьяна Сивохина выиграла Всероссийский конкурс врачей в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации». Когда вводился в эксплуатацию данный объект онкодиспансер, здесь была организована эта служба. В то время, когда еще вообще боялись врачи-физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры просто прикасаться к онкологическим больным. Это было табу. Но в то время человек не испугался. Человек начал эту работу и вполне успешно, чем и подтвержден результат этого года. Через реабилитационный центр ежегодно проходит 7 тысяч пациентов, начиная от постановки диагноза, заканчивая послеоперационным периодом. По статистике, в восстановительных процедурах нуждаются 90 процентов больных. Некоторые, приобщившись к здоровому образу жизни, начинают даже заниматься спортом. Каким и с какой нагрузкой Татьяна Сивохина тоже подскажет. Есть та уникальность именно в онкологии, потому что раньше онкологического пациента считали беспроспективным пациентом. Рак, ну и все, прооперировали и дальше уже будет как будет. То теперь с развитием высокотехнологических методов лечения, высокой выявляемости на первой и второй стадии, 95 процентов пациента имеет возможность полностью излечиться. На достигнутом доктор со всероссийским признанием не останавливается. Татьяна Сивохина продолжает научно-практическую работу по реабилитации онкобольных. Ездит на практику в зарубежные клиники, а потом передает свой опыт студентам Самарского медуниверситета. Алина Чемерис, Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. В продолжении медицинской темы. Правильная реакция больного – залог успешного лечения. В онкологии это правило приобретает особый смысл. Летняя школа пациента прошла в самарском онкодиспансере. На вопросы больных отвечали не только медики. В прошлом самарская журналистка, а теперь писатель Вероника Севастьянова надеется, что ее опыт онкологической больной поможет многим справиться с недугом. Принято считать, что если человек заболел раком, исходов может быть только два – либо скоропостижная смерть, либо чудесное исцеление. Люди, столкнувшиеся с онкологией, знают, что борьба за жизнь – процесс долгий и сложный. Какие тяжести можно поднимать, является ли пациент радиологов источником излучения? Вопросов в процессе лечения возникает гораздо больше, чем кажется непосвященным. В среде пациентов начинают рождаться мифы. Женщины всегда говорят, ой, нам нельзя пользоваться утюгами, нам нельзя готовить около плиты. Я говорю, это все байки для ленивых. Чем вы раньше занимались, как вы готовили, ну вот как вы стирали, ну вот все вы в дальнейшем так же будете делать. А то, что вы это придумали, это байки. Поэтому мы стараемся до них донести. Лечащий врач всегда открыт к вопросам пациента. Но он физически не может уделить ему необходимое количество времени. Школа пациента как раз дает возможность многократно проговорить важные моменты и подготовить больного к курсу химио- и радиолучевой терапии. Если мы хотим победить, то мы должны сами бороться. Я из тех, кто выжил, говорит про себя писатель Вероника Севастьянова. Ее книга «Дневник онкологического больного» о том, какие проблемы ждут на пути выздоровления. А ее цель помочь с этими проблемами справиться. Чудодейственную силу подобных встреч Вероника поняла на первой организованной ею школе пациентов. А когда через час я уже говорила, давайте расходиться, у вас обед. Да ну этот обед, Вероника, еще поговорим. Ну доктор опираться, надо доктора отпустить. Ну доктор пусть идет, мы сами поговорим. И как ни странно, вот после первой школы пациентов и я обрела дополнительный какой-то оптимизм. И те, кто был, тоже обрели этот оптимизм. Узкие встречи в различных отделениях онкодиспансера проходят регулярно. Общие для всех раз в квартал. Графика темы бесед можно найти на сайте онкодиспансера. Такие встречи объединяют врачей, больных и их родственников. И только так можно победить грозное заболевание. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События. Лес рубят, щипки летят. На стадионе Самара-Арена начали красить металлоконструкции. Как сообщает региональная пресс-служба, от ветра краска может разлетаться в радиусе до трех километров от стадиона. Так что пока там лучше не прогуливаться и машины вблизи не оставлять. Работы будут продолжаться до 1 сентября. Ускорить темпы строительства и не жаловаться на погоду. Подрядчикам, которые работают на объектах Чемпионата мира по футболу, поставлены жесткие сроки. Все должно строиться по графику. Подготовку к главному мировому спортивному событию следующего года в Самаре обсудили на заседании регионального оргкомитета «Россия-2018». Репортаж Марины Кравцовой. Готовность стадиона Самара-Арена больше 71%. Подрядчики уже приступили к покраске металлоконструкции для защиты их от коррозии. Завершается монтаж консолей купола. Осталось установить 7 блоков из 96. Уже в этом месяце могут приступить к устройству футбольного поля. В ближайшие 10 дней, максимум 2 недели, что весь конструктив стадиона будет готов. Это принципиальнейшая вещь. И можно уже всю внутреннюю часть освобождать и готовить футбольное поле. На заседании регионального оргкомитета «Россия-2018» губернатор Николай Меркушкин отметил, что критические точки по важнейшим объектам уже пройдены, но необходимо ускорить темпы строительства. В частности, это касается дорог. Все работы подрядной организации должны выполнять четко по графику и не ссылаться на превратности погоды. В случае дождя выходить на работу в ночное время, привлекать дополнительные бригады рабочих. Я в субботу, во второй половине дня, до конца дня проезжал стройки, дороги, стройки, город. Проезжал воскресенье. Если брать тоже Московское шоссе, там в субботу, то время, которое я проезжал дважды, там были бешеные пробки, просто бешеные пробки. И там очень много вещей, которые нужно было для удобства людям, которые приходится ездить там, создать. Особое внимание сейчас к благоустройству территории рядом со стадионом. Активизировать работу подрядчики должны и при реконструкции парков и скверов города. Все это реально. Организовать и поставить работу так, чтобы выдавать результат в 3, в 5, в 6 раз больше. Взяли там 3-4, если надо 5-7, на субподряд организации, на конвейер. И через две недели объект готов. Повышенное внимание и к ремонту фасадов зданий в историческом центре и на гостевых маршрутах. По графику идет создание тренировочных площадок, строительство гостиничного комплекса, реализуются программы по улучшению медицинской инфраструктуры, а также волонтерские проекты. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. Просит снисхождение. Верховный суд России рассмотрит апелляцию убить начальника Сызранской полиции Андрея Гошта. Жалобы подали все четверо осужденных. Они требуют смягчения приговора. Напомню, весной прошлого года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Архан Захрабов проникли в дом полицейского в селе Ивашевка и жестоко расправились со спящими людьми. Погибли Андрей Гошт, его родители, супруга и жена брата. Выжила только маленькая племянница. Двое убийц приговорены к пожизненному заключению. Двое могут выйти на свободу через 25-26 лет. Самарский бизнесмен предлагал полицейскому взятку в 700 тысяч рублей, а заплатит штраф в полмиллиона. Такое наказание главе строительной компании назначил суд. Бизнесмен пообещал заплатить должностному лицу, если тот посодействует прекращению административного дела в отношении его фирмы, которая незаконно привлекала иностранцев к трудовой деятельности. Передать он успел только 100 тысяч рублей. ЧП в поселке Петра Дубрава. При падении с машинного крана погиб рабочий. 32-летний механик ООО «Строй механизации номер 7» сорвался с перекладины, когда перетасовывал канаты. Идет расследование несчастного случая. В Тольятти затонула яхта. Инцидент произошел во время урагана. У местного яхт-клуба «Дружба» судно выбросило на камни, после чего оно затонуло. Кто виноват в происшествии, еще предстоит установить. На смену штормовым будням придут спокойные выходные, обещают синоптики. В субботу и воскресенье дневная температура воздуха будет холебаться в интервале от 20 до 25 градусов. Облачность переменная, местами кратковременные дожди. Грозы не исключены, зато ветер утихнет до скорости 7-12 метров в секунду. По сведениям Гидрометцентра России, в первой декаде июля температура воздуха ожидается около средних многолетних значений. Более 2 миллиардов рублей в этом году направят на формирование комфортной городской среды в регионе. Программа по благоустройству дворов реализуется по инициативе президента Владимира Путина и под пристальным контролем активистов Общероссийского народного фронта. Чтобы войти в программу, жителям важно самим решить, что будет во дворе. А помогут им в этом молодые архитекторы. Алина Чемерис продолжит. Раньше здесь были и горки, и карусели, вспоминает Евгений Маликов. Сейчас песочница, пара турников и гаражи. В доме на Подшипниковой мужчина живет уже 40 лет. Говорит, двор давно пора привести в порядок. Чтобы решить задачу, жители провели собрание и вместе определили, что хотят видеть в своем дворе. Благодаря этой программе есть возможность именно комплексного благоустройства. И надеюсь, благодаря ей у нас и получится как раз зонирование двора. То есть с выделением и детской площадки, и зоны отдыха для наших пенсионеров. Ну и спортивная площадка, конечно, и для молодежи, и для всех. Спортивный комплекс, который летом будет служить с футбольным полем, зимой катком. Детская площадка достаточно большая, потому что дом небольшой. Проект двора совместно с жителями разрабатывают молодые архитекторы. Это их первая серьезная работа. В дальнейшем благоустраивать дворы предстоит во всем регионе. Большая проблема это с парковочными местами. Также много ветхих деревьев, всяких нюансов много по самой территории двора. Какие-то коммуникации, колодцы те же самые. Ну вот мы пытаемся все обыграть как бы. Программа по созданию комфортной городской среды реализуется под пристальным контролем активистов Общероссийского народного фронта. Мониторинг на каждом этапе. Всего в этом году в регионе благоустроят свыше тысячи дворов. Почти 300 из них в Самаре. Уже готовятся списки адресов на следующий год. Основная идея заключается в том, чтобы жители самостоятельно формировали проект, который будет реализован на территории, придомовой территории. Чтобы они сами определились конкретно из каких элементов будет состоять благоустройство. И только потом, уже сформировав данный проект, передали в органы местного управления для реализации. Всего на создание комфортной городской среды в регионе в 2017 направят более 2 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. В целом программа рассчитана до 2022 года. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Газовые инвестиции. 2 миллиарда рублей готовы вложить промышленники в новые амбициозные проекты Самарской области. 3. Семья во имя любви и верности в Самаре отмечают День православных святых Петра и Февронии Муромских. 4. Бог Троицу любит. В новом перинатальном центре Самары впервые родилась Троиня. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин